МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Как сказал один из героев Достоевского, о чем может порядочный человек говорить с удовольствием? Ответ. О себе. Но сегодня мне бы хотелось прежде всего поговорить о тех удивительных знаках, знаменьях, о тех удивительных свидетельствах действий некой таинственной и прикровенной, и явной силы, которая, безусловно, участвовала в моей жизни, которая меня вела, предостерегала, наказывала, утешала, вдохновляла, укоряла, и которая, конечно, безусловно, самым-самым ощутимым образом в этой жизни присутствовала. Дело в том, что мы получаем ответы на наши вопросы подчас на путях нашей самой будничной, самой невзрачной жизни совершенно как бы неприметным образом. Ну, примерно по аналогии, конечно, с тем, как, например, есть такой рассказ в книге царств, в первой книге царств, когда мальчик, Саул, когда он был послан отцом на поиски ослиц. А что может быть зауряднее, неинтереснее, тревожнее, чем поиски вот этих пропавших ослиц, которых ему наказал его отец найти? Но оказалось, что это его послушание отцу обернулось для него совершенно чудесным образом, потому что в пути он повстречал пророка Самуила, который получил откровение, что тот, кого ты встретишь, кто будет искать этих ослиц, тот избрал мною воцари Израилевы, возведи его на гору и помажь на царство. Таким образом он отправился за ослицами, а был помазан на царство. И примерно такая же история произошла с преподобным Сергием Радонежским, который тоже был отправлен своими родителями, будучи отроком Варфоломеем, на поиски сбежавших жеребцов. И тоже на этом пути он повстречал некого старца, то ли старца, то ли ангела во плоти. И он поведал этому старцу, ну и об этих, конечно, пропавших жеребцах, но еще и о том, что был у этого отрока Варфоломея один очень серьезный изъян. Он никак не мог одолеть учения. Он был очень тугодумен в постижении грамоты. И старец дал ему то ли какой-то чудесный хлебец, то ли какую-то просфору, вкусив которую этот отрок Варфоломей тут же приобрел вот эти способности к учению. Я, конечно, себя не сравниваю с этими цветными мужами, но со мной происходили истории тоже на каких-то совершенно будничных путях. Меня родители отправили в пионерский лагерь. Мне было 8 лет. И там у меня были подружки. У меня всегда было много подружек. Вот одна из этих подружек подошла ко мне и сказала, что хочет сообщить мне страшнейшую тайну. Но это такая страшная тайна, что ее сообщить можно только, выбравшись ночью в полнолуние из корпуса. А корпус запирался на ночь в этом пионерском лагере. И вот мы действительно ночью с ней выбирались через какую-то кладовку. Открыли окно, вылезли. Все вокруг уже спало. Все было залито вот этим каким-то лунным светом. Какие-то тени бегали по земле. Какие-то птицы тревожно ночные кричали. И мы спустились во враг. И тут она мне сказала, моя тайна в том, что я пишу стихи. И вы знаете, и вот тут я очень хорошо помню, тут со мной вообще что-то произошло. Сердце мое горестно сжалось. И я поняла, что все пропало, все погибло. Произошла трагическая роковая ошибка. Роковая ошибка. И все, жизнь моя просто не удалась. Потому что это я должна была писать стихи. Это мое. Я должна писать стихи. А я-то их не писала. А я наоборот. Я писала романы. Из жизни английской аристократии 18 века. Почему английской аристократии? Ну, во-первых, я училась в английской школе. У нас везде все наши классы были оформлены открытками, видами Англии. А во-вторых, моя мама, она повторяла, что она как леди Гамильтон, которая полюбила адмирала Нельсона, у которого была одна рука. А дело в том, что мой папа герой войны, и у него была одна рука. И вот моя мама, значит, вот она как леди Гамильтон. И я писала вот эти романы. Там в центре была английская аристократическая семья, в которой было очень много детей. И вот я описывала вот этих детей, их черты характера, их внешность, их одежду, их манеру говорить, и давала им имена. И вот на этом, собственно, мое повествование заканчивалось, и я начинала писать новый роман. Там были смешные такие подробности, потому что по возрасту эти дети отличались друг от друга на два, на три месяца. И таким образом, это такая вот многофигурная семья, она была практически, все эти дети были моими тогдашними ровесниками. Вот. Но я получила в ту ночь какое-то указание, от которого я уже не могла освободиться. И я поняла, что это дело моей жизни, что это мое призвание. Я упомянула про мою маму и про моего отца. Я бы хотела вам прочитать стихотворение, которое так и называется «Адмирал Нельсон». Мама полюбила отца за то, что он был, как Нельсон, потерявший в сражениях руку. Сквозняком одичалым незнакомый голос захлебывается в осеннем воздухе. Кириа Лейсон. Господи, помилуй леди Гамильтон с ее седым адмиралом. Дочь их уже не помнит ни Альбиона, ни фольворков, ни фейерверков, ни тревожной кормы, ни белых ступеней, ни величивых названий. На месте былого Лондона теперь домовая церковь, на месте флотилии кладбище затонувших воспоминаний, потому что сгорая былое великолепие оставляет лишь пепел да промокший негодный порох, да еще карабин с неподъемной якорной цепью, на которую посадили воздух морской, и плеск, и грозу вдалеке, и шорох прокисает вино торжеств, истекает жизнь на закате. Даже дочь становится немолодой, желтизна в букете, и плесень в хлебе, даже смерть и та проходит, оканчивается. В результате остается лишь леди Гамильтон со своим избранником. Да бог на небе! Теперь расскажу вам вторую историю, как произошло у меня с моим будущим мужем, потому что тут тоже не просто так все вышло. Я очень болела, у меня было воспаление легких, я училась в 10 классе, и долго-долго никак я не могла из этого воспаления легких вылезти, и меня послали делать рентген в поликлинику. Вот, у меня родители были писатели, поэтому это было в Литфондовской поликлинике. И вот я потеплее оделась, поехала на этот рентген. Холод, тьма, рентген это происходит рано утром, темные коридоры, свет нигде вообще не зажжен, и только передо мной светлое какое-то, более-менее светлое какой-то кусок видится. Вдалеке, я знаю, там регистратура, поэтому там свет горит. И вот, и я иду, у меня такое настроение мрачное, и вдруг я слышу, просто вот с правой стороны раздается голос, этот человек будет твоим мужем. Я так удивилась, потому что вокруг вообще никого не было. И я вообще никогда в жизни голоса никакие не слышала. И вообще была нормальная девочка. И я скинула голову и увидела вот силуэт в этом светлом проеме. Высокий, худой силуэт какого-то молодого человека. И, значит, поспешила туда, чтобы рассмотреть. И вдруг я увидела совершенно прекраснейшего, прекраснейшего молодого человека. Ну вот принца, это был просто какой-то принц, таких не бывает. Я таких никогда в жизни не видела. И я его, значит, принялась рассматривать, но недолго пришлось, всего несколько минут, потому что он уже одевался и уходил из поликлиники. И я подумала, а что же мне делать? Ну я же не могу, как же мне, как мне быть дальше, бежать, что ли, за ним и сказать ему, «Будьте моим мужем». Вот. А потом я как-то понимала, что я как-то ему не соответствую. Это меня тоже как-то огорчало. И поэтому я в растерянности остановилась, и тоже у меня было какое-то ужасное потрясение от этого открытия. Прошло больше полутора лет. И я поступила в литературный институт. У меня очень много было друзей, приятелей. Я вообще очень была легкая на дружбу на всякую, на приятельство. Институт у нас маленький, там всего учится человек 200, наверное, а может и меньше. Вот. Он в особнячке, где родился Герцог, помещается. Там такие узкие коридоры, и все толпятся. Ну просто безумная какая-то толпа, все толпятся около вывешенного расписания. И вдруг я вижу со спины этого человека, вот этого своего будущего мужа. Мое сердце увидело его раньше, чем мои глаза. Потому что у меня такое было волнение невероятное. Я просто не могла приблизиться, потому что у меня подкашивались ноги, и отнимался язык, и вообще я покрывалась просто испаренной, волосы у меня шевелились на голове. я просто не могла приблизиться к этому человеку. Вот как сказано, что браки совершаются на небесах. Вот это именно, видимо, был тот случай. Потому что тут тоже вмешалась вот эта высшая сила, а не какие-то человеческие ухищрения или придумки. И третий сюжет, который, конечно, был связан с поисками Бога. Родители у меня были люди христиански настроенные. И папа мой, как выяснилось, прекрасно знал священное писание. Мне было 7 лет, и он меня взял с собой в командировку в Ленинград и повел меня в Эрмитаж, в Исаакиевский собор, в Казанский собор, тогда это был музей, в Русский музей. И поскольку там очень много картин на евангельские сюжеты, на библейские сюжеты, он мне это все объяснял. И я поняла, что так все было, что так все это и было, и что именно так, и никак иначе. И вот я считаю, что вот тогда я и стала христианкой с 7 лет, вот с этого первого класса. Но путь в моем церкви был очень трудный, потому что никто вокруг меня в церковь не ходил. Мне не приходило в голову, что можно пойти к какому-нибудь священнику попросить, чтобы он меня покрестил. Но мне очень хотелось. И я один раз зашла в церковь погреться. Было очень холодно. Меня с классом, я с классом поехала на экскурсию в Киев. Зимой, это были зимние каникулы, мы стояли на какой-то остановке, была дикая холодина, все не шел, не шел этот трамвай, и нас учительница, значит, в храм завела. Это было как раз тогда, когда началось причастие. И люди шли к причастию. И я вошла, и я была потрясена вот какой-то нездешней красотой этого. И мне было очень больно, что это мое, а я от этого отлучена, я здесь чужая. Я здесь чужая, и мне вообще здесь не место. Потому что я не крещеная. Ну и потом я искала какие-то пути к этому сама. Там читала русскую религиозную философию и Соловьева, и Бердяева, и кого только не читала. И, к сожалению, если ко Христу помогают прийти эти книги, то к церкви они только заметают этот след. Потому что у Бердяева есть такая мысль, например, что смирение и творчество две вещи несовместные. И если ты занимаешься творчеством, то уже не может быть никакого смирения. А церковь это вот только смирение. И это стало препятствием на моем пути к церкви. Настолько, что даже когда я покрестилась и покрестила своих детей, нас покрестил совершенно прекрасный священник, отец Валериан Кречетов. Мне было тогда уже 23 года. И первое время, даже вот после крещения, я водила своих детей в храм каждое воскресенье и очень этим дорожила. Но вот такое у меня было предубеждение, что вот, ну, это вот ходят такие, ну, простые люди, простые дети, а у меня такие проблемы, у меня творчество. И тогда со мной произошло невероятное. Мы с моим мужем жили очень бедно. А это брежневские годы. Он, значит, не только не был там членом партии, не был даже ни комсомольцем, и даже как-то он так ухитрился себя вести плохо в идеологическом смысле, что его даже из пионеров выгнали в свое время. И поскольку он закончил литературный институт, а институт считался идеологическим вузом, то его никуда не принимали на работу, потому что видели, что у него везде там партийность, а у него везде прочерки стоят, что он даже не комсомолец. У него не принимали на работу, меня тоже практически не печатали. Ну, и было такое средство заработка, ну, художественные переводы можно было делать. Была тогда очень такая богатая переводная литература. А еще было такое бюро пропаганды художественной литературы, в котором сидела, работала замечательная совершенно женщина, мама известного ныне телеведущего Андрея Максимова, Тони Максимова. И эта Тони Максимова, она давала мне возможность выступать, а писатели тогда выступали за деньги. Члены Союза писателей получали за выступление аж 15 рублей, а я не была членом Союза писателей, я, значит, получала вдвое меньше, 7,50, но все равно это, значит, по нашей бедности это были была такая сумма хорошая. Вот, и вдруг она мне звонит и говорит, Олеся, тут у нас срочная поездка в Белгородскую область, в поселок Шебекино, там за три дня там шесть выступлений, и я, да, конечно, и я поехала в это Шебекино зарабатывать деньги. А это Шебекино, это на самом деле такой страшный городок, там делали, изготовляли порошок стиральный, и поэтому, когда там только шел дождь, то тут же все лужи, все мостовые были вот в этой пене. Вот, и поскольку я была там в апреле, конечно, была безумная влажность, и капель, и дождь, и поэтому вот все было в этой пене порошковой. Но при этом, значит, на фоне вот этих там вот бараков и вообще вот этой тяжелой очень жизни, там были еще оранжереи, где выращивали такие огромные, вот эти такие помпезные, холодные цветы, калы. И вот представьте, мне вот за эти все мои там выступления, они, там, шесть, семь, восемь, мне везде дарили букет вот этих цветов. У меня набрался какой-то невероятный букет. И я с этими цветами довольная, еду уже в Белгород на автобусе, и должна с этого автобуса, там прямо рядом железнодорожный вокзал, сесть, поехать в Москву, заработала денег, ждет меня любимый муж с двумя маленькими детьми, счастье. Вот, и тащу я эти калы, и доезжаю до Белгорода. И вдруг, когда приезжает туда автобус, я вдруг слышу, объявляют, через пять минут отходит автобус в Ракитное. А я знала, что в этом Ракитном, слышала, что в этом Ракитном живет чудесный старец, какой-то чудотворец, старец, который сидел в лагере много лет. И он попросился служить в самый такой медвежий угол, вот в это Ракитное, это граница Белгородской и Харьковской области. в разрушенный храм. У него там в куполе была дырка и снег падал прямо на престол поначалу, когда он служил. Но он своими чудесами, чудотворством так прославился, что к нему стали ездить люди со всей России. К нему приезжали бесноватые, и он вычитывал бесноватых. И я знала про этого старца, и что он живет в Ракитном. И вот вдруг вот какое-то у меня было такое ощущение, когда я услышала это Ракитное, я просто, знаете, как голос судьбы, призвание. Я понимала, что мне сейчас нужно, вот сейчас, мне не нужно думать о том, что мне надо домой, что у меня там дети, что у меня там муж, что у меня там какие-то дела. и просто пересела в этот автобус и поехала в это Ракитное. И пока я ехала, у меня такая радость плескалась в душе, такое счастье, у меня было предчувствие новой жизни, у меня было предчувствие каких-то чудес, а самое главное, у меня было такое чувство, что вот сейчас совпала моя жизнь и моя судьба. И сейчас именно я делаю то, что хочет от меня Бог. Это совершенно удивительное чувство. И именно таким образом, например, философ Алексей Лосев определяет чудо, как совпадение двух планов бытия, твоего эмпирического плана и плана замысла Божьего. И я не ошиблась. И эти чудеса стали со мной происходить вот сразу. Потому что как только я с этими цветами вылезла из автобуса около храма в Ракитном, меня встречает какая-то женщина в черном одеянии, монашка, и говорит, ну, что я так долго ехала? Все, давай сюда цветы. Батюшка сказал, что у нас для плащаницы не хватает цветов, а он сказал, иди там привезут, не беспокойся. Хватила мои калы и понесла, и оказалось, что это Страстная Пятница. А надо сказать, что несмотря на то, что Ракитная это большой районный центр, тем не менее старец Серафим называл его пустынкой или скитом, потому что там были многочасовые такие скитские службы. И вот в Страстную Пятницу, как это все началось с погребения плащаницы, там в 6 часов вечера, так служба закончилась часов в 10 утра уже, она перешла потом в литургию, и вот эти все службы я там простояла, и собиралась встретить там Пасху и ехать уже домой. Вдруг приходит известие, которое меня буквально возвращает с дороги назад, что старец этот приставился, что он умер, и что сейчас уезжать, мне говорят, там уже я познакомилась с монахами, они мне говорят, уезжать нельзя, мы будем сейчас за него молиться, мы будем его хоронить, наоборот, ты позвони своему мужу, позови его сюда. И действительно, я позвонила своему мужу, он приехал тоже в Ракитное, и вот мы хоронили старца, и пока мы его хоронили, мы там чрезвычайно и невероятно душевно, духовно сблизились с его духовными детьми. А его духовные дети это нынешние архиереи, наместники монастырей, просто монахи, священники, миряне какие-то благочестивые. А тогда это все были молодые люди. И с нами вот за эти несколько дней произошла такая сильная перемена, как будто бы, вот как в сказках всего мира, как уходит герой из дома вроде бы на три дня, а он возвращается и выясняет, что прошло 300 лет, что все изменилось. И мы тоже там пробыли всего-то ничего. Но мы вернулись и вся жизнь поменялась вокруг. Вся жизнь очень резко изменилась. И видимо, я думаю, что вот такое вмешательство в мою жизнь, вот этой диктующей властной силы, которая пересадила меня из одного автобуса в другой, чтобы я ехала в совершенно другую сторону в это ракетное, я думаю, что это конечно было промыслительно, это было, наверное, ввиду того, что мой муж должен был стать священнослужителем и восстановить связь времен, потому что ведь он из древнего и очень-очень разветвленного священческого рода. его фамилия Вигелянский, отец Владимир Вигелянский. вот эти Вигелянские священники, их было три ветви, один из них был духовником, отец Борис Вигелянский был духовником Сушковой, возлюбленной Лермонтова, и она собиралась с ним бежать, он подбивал ее на то, чтобы она бежала с ним тайком, и она все-таки сказала об этом своему духовнику, отцу Борису Вигелянскому, и он ее отговорил. Потом еще одна ветвь шла по Волжью, и еще одна ветвь была где-то в Тверской области, но, к сожалению, вот дедушка моего мужа был священником, а отец, вот на отце все прервалось, отец уже был журналистом и писателем, и я очень рада, что этот род священческий восстановился, потому что не просто восстановился, он еще и продолжился, потому что наш сын Николай, он тоже стал священнослужителем, и он сейчас служит как диакон в Москве. Олеся Александровна, хотелось бы услышать о родителях, и знаете ли вы историю их любви? На самом деле история их любви изумительная, и она тоже какая-то вообще чудесная. Бабушка моя замечательная везла в эвакуацию своих двух дочек, мою маму 11-летнюю, и ее сестру Лену младшую, которой было 9 лет. Они ехали в переполненном вагоне в Омск, но в том числе ехали какие-то молодые люди, курсанты артиллерийского училища, и один из них, 16-летний молодой человек, прислал моей маме на бумажке, какой-то на газетном срезе. Он написал «Вернусь с победой, будешь моей женой». Представьте, в 11 лет мама получает такую записку от какого-то там. И она, конечно, пожала плечами и карандашом чернильным написала «Дурак». И обратно этому молодому человеку нахальному. Прошло очень много лет, очень-очень много лет. И вот мой папа, который прошел войну, который на войне потерял руку. В возрасте, между прочим, 19 лет. Уже наступило мирное время, он закончил юридический факультет, он закончил литературный институт, он писал стихи, он писал статьи. Мама была журналистка, она работала в «Комсомольской правде», она очень гордилась тем, что она какую-то даже премию там получила вместе с зятем Хрущева от Жубеем. Она была разъездным корреспондентом, вот. И вот они поженились и сидят прекрасно, пьют чай с бабушкой под абажуром в мирное время, и что вспоминают, конечно, войну. И бабушка рассказывает историю, как она везла девочек дочек Лену и маму в эвакуацию, и как у Лены, вот у младшей сестренки, ночью кто-то в вагоне снял с ног валенки, пока она спала. Видимо, было холодно, она спала в валенках. И у нее стащили с ног эти валенки. Так что они в Омск, они приехали в Омск, а девочка разутая. И тогда бабушка отрезала, отрезала рукава от своей шубы и как-то там закрепила и надела ей на ноги, потому что уже девочке было 9 лет, и бабушка не могла ее, хрупкая была, не могла ее поднять. И вот она так ее, значит, вот в этих рукавах вывела эту девочку. И вдруг папа изменился абсолютно в лице, потому что эти курсанты тоже видели и слышали эту историю, которые ехали в том вагоне. Он куда-то полез в какой-то загашник свой, долго там рылся, и приносит вот эту смятую бумажку и отдает маме. Мама разворачивает, там написано «Вернусь с победой, будешь моей женой». И внизу стоит «Дурак». Вот такая вот прекрасная была история. Но с моим папой еще была чудесная совершенно история его спасения. Когда вот он потерял руку, он к этому времени уже прошел всю Белоруссию. Мы ездили по его военным местам, где он воевал, по этим деревням. Они тоже перебирались через Березину, шли через Польшу и пришли к Данцугу, к нынешнему Данцугу. Его батарея выбрала себе такую позицию, чтобы со спины была стена, какое-то было заграждение, потому что дом был разрушен, и только одна стена оставалась. И там они приняли бой с фашистскими танками. Он был лейтенант, он командовал этой батареей и завязался страшный бой. И последнее, что мой папа помнит, это когда вдруг страшный взрыв, огонь в глазах, потом все померкло, и он вот как в книге Рона Моуди, знаете, как он описывает жизнь после жизни, вот какие-то бубенчики, какой-то тоннель или какой-то фургон куда-то несется, вот виден свет какой-то впереди, и он несется на этот свет. Вдруг его путь перегораживает какой-то старчик, выходит какой-то старчик, говорит, ты куда, тебе рано еще, возвращайся. И он очнулся на операционном столе. А что же вот произошло на самом деле за это время? У него был близкий друг Павел Агарков, он был в нескольких километрах от этого места, тоже он там командовал батареей, и они видели, что папа принимает этот бой, вступил в бой с этими танками. И он видел, что там идет что-то совершенно страшное, взрывы, и все, точно, все, замолкли, все орудия, все, все погибли. И он под покровом, когда так немножко все успокоилось, под покровом ночи он решил выбраться его похоронить, потому что он знал его мать. И чтобы рассказать ей, где похоронен ее сын. Поэтому он, значит, туда пробрался, папу откопал, потащил. Надо сказать, тоже это, между прочим, тоже это не просто так было, потому что папа был высокий, а этот дядя Павлик был коренастенький, маленький. Папа был метр восемьдесят два, а этот дядя Павлик, может быть, метр шестьдесят. И вот он его тащит, и его, значит, длинные папины ноги там цепляются за сучья. И вдруг он видит, что эти ноги согнулись. И тогда он прислушался к этому окровавленному телу и понял, что он еще жив. И тогда он его оттащил к ближайшему лазарету в польское селение, и там был поляк врач. И он говорит, нет, сделать ничего нельзя, очень много крови потеряно, ничего нельзя сделать, у вас кровь другая, другой группы, он умрет очень много. Но на войне как все решается, и тем более этот дядя Павлик, он просто достал пистолет и приставил ему к голове и говорит, ну-ка, давай-ка, делай эту операцию. И, по счастью, там нашлась молоденькая девочка, которая ассистировала этому врачу. Мы потом ее нашли, ее звали Марта Абегла. Была молоденькая, молоденькая, беленькая девочка. И она увидела этого окровавленного лейтенанта, моего папу, и она сказала, так и моды, так и сличные. Ну вот, и говорит, у меня такая же группа крови, возьмите у меня кровь. Она ему отдала кровь, и она папу спасла, хотя, в общем, это ему обошлось, стоило ему потери вот этой его правой руки. Ну, что я хочу сказать, но я потом говорю, папа, а кто же был этот старчик-то, который тебя не пустил, когда ты несся в этом бешеном черном фургоне? А он говорит, я сам не знал, кто это такой, но я понимал, что я его знаю, но не могу вспомнить. И долго думал, и наконец вспомнил, что я его видел у бабушки на иконе, и что это преподобный Серафим Саровский. То есть преподобный Серафим ему явился вот в этот роковой час и отослал его обратно. Вот такая была история моих родителей. Ну, может быть, какие-то еще вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЕЗЯ Александровна, а когда вы начали писать стихи, и что почувствовали впервые, когда их опубликовали? Начали печатать? Ну, вот, и в какой-то момент я начала, мне было лет 13-14, у меня была очень близкая подружка, которая, к сожалению, трагически погибла очень рано. И она тоже писала стихи, мы с ней учились в одном классе, и у меня был слушатель. Я ей читала, и она мне читала, и это, на самом деле, было очень замечательно. А напечатала я их довольно рано. Мне было 16 лет, у меня, я еще училась в школе, в 10-м классе, и их напечатали во взрослом журнале. Тогда печатали стихи с врезками известных писателей. Тогда еще работал союз писателей, Дом литераторов там была очень оживленная литературная жизнь, там велись какие-то круглые столы, каждый день что-то происходило, круглые столы, дискуссии, поэтические вечера, работали, каждую неделю работала секция поэзии, секция прозы, секция критики, секция художественного перевода, работал там семинар Слуцкого, куда ходили молодые поэты, я тоже туда ходила, но я везде помалкивала. я ко всему присматривалась до поры, до какой-то поры, вот потом уже, когда мне там исполнилось уже лет 18, тогда вот ходили к знаменитым поэтам, читали им свои стихи, это было очень просто, это было так принято, подойти на вечере какому-нибудь поэту и сказать, позвольте я вам прочитаю мои стихи, вы не могли бы мне сказать свое мнение о стихах, это все было запросто, а мне так вообще было просто, потому что мои родители дружили с очень многими писателями, папа мой работал в журнале Дружба народов и у него были замечательные дружественные отношения с самыми лучшими поэтами того времени, с одной стороны мне было проще, потому что ну как, если я там знала с детства Давида Самойлова или Булата Акуджаву, вот, конечно, это вроде бы проще, а с другой стороны тут-то и какая-то таилась каверза, потому что вы себе представляете, что если приходит ваш друг, ваш приятель с ребенком, да, ребенок стоит с розовыми щеками, такой большой ребенок выросший, этот ребенок пишет стихи, то, конечно же, ну это такое вот особое отношение такое, ну, конечно, писательская дочечка, вот она пишет стишочки такие, стишки милые, вот, поэтому мне нужно было этот стереотип разрушить, вот, мне нужно было разрушить этот стереотип, и мне нужно было так себя поставить, чтобы они ко мне относились не как к дочке писательской, а как вот к самой по себе. Я написала такое стихотворение, оно называется «Семь начал», я вам сейчас его прочитаю, это именно было связано вот с этим периодом жизни, такого самоопределения, потом у меня с моими детьми нечто подобное тоже происходило, когда они хотели тоже так сказать о своей, заявить о своей отдельности, индивидуальности, да, называется стихотворение «Семь начал», выходя из города, где хозяйничают, новостройки, новоселы и нувориши, желание быть счастливым, убедить себя, что не страшен ад, о, дерзновейнейшая из женщин, душа моя, не поднимай горделивую голову еще выше, не оглядывайся назад. Выходя из города, где кто-то любил кого-то, где кто-то играл кому-то лучшую из моцартовых сонат, и рояль был совсем расстроен, и у эрота облупился нос, и с орфея осыпалось позолото, о, не оглядывайся назад. Выходя из города, где праздновали дни рождений, дорожили мнением моды, где на панихиде, встретившись, говорили ба, давненько не виделись, пили вино, и отщипывали виноград, где болели хандрой и раком, убивали детей в очреве и принимали роды, о, не оглядывайся назад. Выходя из города, где тщеславились обильным столом, нарядом и башмаками, отвечали на все вопросом, зачем это все мне надо, и что это мне дает, доказывали, что добро обязано быть с кулаками, о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед. Выходя из города, на который и жена праведника оглянулась, ибо не всякая любовь остыла, и воспоминания разрывают грудь, и не всякая стрела пропала, и не всякая струна прогнулась, но ты, о, душа моя, о, душа моя, об этом забудь. Выходя из города, в котором хоть один купол еще золотится, и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том, что не всякое слово погибло, и не всякая слеза в прах возвратится, но ты, о, душа моя, не оглядывайся, замрешь соляным столпом, выходя из города, уже поверженного, уже лежащего в пепле, где даже оплакать некому своего мертвеца, о, не оглядывайся, душа моя, забудь, оглохни, ослепни, когда Господь выводит тебя из города твоего отца. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я недавно, знаете, перебирала письма, у меня такой есть портфель, там старые письма. У меня там, кстати, есть письма и от Давида Самойлова, вот, он писал, писал мне по поводу выхода вот моей книги на корабле зимы и здесь. Какие-то свои опасения высказывал, что-то такое там, как-то благожелательно о чем-то отзывался. Вот, я читала эти старые письма, я хочу вам прочитать даже такое сейчас стихотворение, называется оно Старые письма. Я только хочу предварить, это даже стоит эпиграфом к этому стихотворению, меня всегда очень интересовал такой вопрос, вот, если мы воскреснем, то в каком облике мы воскреснем, в каком возрасте, мы же меняемся. Я там в пять лет была одна, в десять я была совершенно другая, вот, а в двадцать, в тридцать, вот, в каком, или что, кто старый умрет, тот так и воскреснет, что ли, стариком, или что. И мне, вот, мои друзья-монахи, они мне сказали, что есть такое предание, монашеское, это не святоотеческое мнение, а это такое частное богословское суждение, что люди воскреснут в христовом возрасте, в возрасте тридцати трех лет. Ну, а поскольку тридцать три года, это вообще счастливейший такой период жизни, то я, конечно, этому очень рада, если это так. Старые письма. Старых писем бы не читала и телеграмм, не будила б забытое песнопенье, отправить ли их давно уже где-то там, в облаженном успенье. Каждый там безмятежен, юн и богат, неземными снами. Что же ответить может им адресат, глядя внутрь себя большими глазами? Страшными глазами глянешь, словно слепой, внутрь себя, а там, как живые, письмописцы, вестники, только пой, с ними песни их роковые. Вещими глазами глянешь, словно слепец, внутрь себя все сразу вернется, ты один лишь знаешь, какой всему конец. Этот умрет, а та разобьется, этот не проснется, а та сгорит, реки запылают, а у этой рак, а думали, плеврит. Но они-то в письмах этого не знают. Не ходи на гору, в море, в пылесат, сад зачах, а замок покосился, поленял от времени старый адресат. До неузнаваемости обносился. Лучше эти письма больше не читать, что писал там пафос, прочитал здесь лепет. Лучше уж кусопших в тайных снах летать, обгоняя ужас, унимая трепет. И когда затихнет ледяной нордост, он сбивает пыл, да и не докричаться, лучше уж при свете логосов и звезд повстречаться. Там, в преображенном облике посад, и господний возраст 33-летний заново примерит старый адресат, как наряд последний. Алисия Александровна, некоторые писатели в своих произведениях стараются без прикрас описать темные стороны жизни и человеческой натуры, выдавая это за правду жизни. Вот как вы к этому относитесь? И что по-вашему правду жизни? Вы знаете, что это действительно сейчас такой тренд чернуху всякую писать и говорить, что ночь жизнь такая. Но я думаю, что все зависит от человеческой оптики. Как известно, доброе око выносит из сердца доброе, а злое видит только черное. И скорее это такие психологические проекции именно этих писателей. Недавно я рецензировала сборник стихов составленный из сочинений узников колынских лагерей. И я была совершенно потрясена, как эти люди вот в таком ужасном они жили вместе. Это было так ужасно, так страшно. А стихи у них невероятно светлые. Они находили величайшее утешение в стихах. Я вообще считаю, что стихи обладают целебной силой. Вот я вам сейчас об этом прочитаю стихотворение. Оно называется «Диалог». Являясь в мир, ему говорит душа, посмотри, как я необыкновенна, как хороша, и все вокруг зацветает от моей красоты, потому что крепко связаны я и ты. Моя музыка заливается, и простор поет, и все твое от моих источников пьет. А мир отвечает, ничего в тебе этакого, необычного, ты одна из всех, пуговицы на моем кафтане, на блюде моем орех, стоишь себе среди прочих в общем ряду, словно сосна в лесу или трава в саду. А душа говорит, во мне райский сад и лукавый змей и адам, я тебе даю имена и прозвища тоже дам, история твоя, мир, у меня с изнанки выколота тату, читается на распашку и на лету. А мир отвечает, ты нищенка, пятаки собирающая на паперти, в твои кульки столько ветоши понапихано, детские годы тю-тю-лю-лю, и эти картинки с названием непонятным люблю, люблю. Говорит душа, я слишком богата, и я могу управлять морями, сидя на берегу, крутить так и сяк горою, стоя в низине дней и на вершине строю город из небесных камней. А мир отвечает, кладбище твой удел, растут там послен, да сурепка, да чистотел, а мертвые запертые в темноте могил, и за ними не еще никто ниоткуда не приходил, и никто не видал, чтоб сама по себе душа возле тела бродила, как возле оставленного малыша. Говорит душа, все равно для творца я дороже всех, и тебя, мой мир, и иных миров, и эпох, и вех, и пространство вместе со временем, и культур, а когда мне твердят обратное, это чур, потому мой мир, как ты весь, из моих костей и составов, в моей крови, мне не шли вестей, не диктуй уставов, за руки не лови, не сули мне грош, не дари мне брошь, не толкуй мне ложь, шелестя, шурша, потому что ты от того пригож, от того хорош, что душа моя хороша. Спасибо. 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 Спасибо.